Привет, народ! С вами Flickr и это игра In Race of the Light, что в переводе означает «в лучах света». Игра от инди-разработчика Сергея Носкова. Именно он, я так полагаю, мне предоставил ключ и мне визуально, конечно, она очень понравилась. Здесь, скорее всего, события происходят после какой-то катастрофы, но мы сейчас обязательно познакомимся с этим всем. И я планирую вообще игруху полностью проходить. Тут у нас показали быстренький такой таймлапс, и на заднем фоне у нас люди как бы там играли, что-то, короче, происходило, вроде бы как все безмятежно, мирно, и после всего этого вокруг стала порастать земля. Точнее, трава, блин, с земля. Давайте, новая игра. Посмотрим, что она из себя представляет. Визуально она мне очень понравилась. Я не знаю, есть ли здесь озвучка, скорее всего, нету. Так, это мы, да? У меня есть тело? У меня тела, к сожалению, нету. На тело бюджета не хватило. Такое бывает с инди-разработчиками. Но ничего страшного. Я пришел сюда за атмосферой и за ту историю, которую мне расскажет как раз Сергей Носков. Что мне понравилось? Здесь у нас полностью все от первого лица, то есть полнейшее погружение. Двери мы никак открывать не будем. И вы знаете, кто меня давно смотрит, что мне нравятся игры по типу амнезии. И еще момент. Игруха не так много весит. И, возможно, не так много стоит. А она имеется в стиме где-нибудь. И, конечно же, на иксбоксе. Так. Свет подскажет выход. А я не могу ничего нажать, да? Это мне пригодится. Смотрите, руки прям как вот в амнезии. И в соме. Ну, чуть-чуть, наверное, не такие аккуратные. Так, фонарик у нас есть. То есть мы его можем включать-выключать. Ага. Короче, нам больше не будут подсказывать, что надо на икс нажать. Есть небольшая задержка вот этого фонаря. Здесь мы ничего не можем взять. Поднимать предметы мы тоже не можем, но мы можем открывать вот эти ящички, да? Вот этот ящик мы можем открыть. И здесь какие-то фотографии. Неизвестно, кем мы играем, но, судя по рукам, вроде бы это мужчина. Так. Дверь заперта. Здесь у нас тоже кто-то сидел. То ли взрыв какой-то произошел, поэтому все окна разбитые. Либо, может быть, кто-то стрелял. Так, ты у нас открываешься? Нет. Дверь закрыта. Окей, продолжаем наше путешествие. Визуально очень хорошо выглядит. И я бы не сказал, что это прям игра на 2 гигабайта. Потому что для Sony PlayStation 4 Slim, на которой я как раз сейчас играю, она весит всего 2 гигабайта. Так. Ладно, здесь у нас что такое? Нужно чем-то оторвать. Значит, где-то здесь должен быть рядышком ломик какой-нибудь. Или, погоди, может быть, я что-то упустил. Вот, например, труба. То есть мы здесь сможем все-таки бить. Инвентарь R1 удерживать. Три заряда этой трубы, короче, у нас. Ну, давай. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Опа. Красава. Ну, руки, да, не такие уж прям супер аккуратные. Но, ладно, они есть. И... Че придираться? Человек, возможно, один создавал всю вот эту игру. Обязательно надо все шарить. После сомы и амнезии мне, конечно же, нравится все прошаривать. Садиться мы пока не можем. Пока нас не научили. Так, здесь у нас тоже ничего нету. Птички поют. Все вроде бы как бы хорошо, но при этом людей нету. И мы очухались в одиночестве. Кстати, надо было, может быть, посмотреть, возможно ли что-то сделать с... Телеком. Слушайте, мне вот эти звуки не очень нравятся. Дверь заперта. А, это не три заряда. То есть, она у нас бесконечная, по сути. У нас всего... Четыре ячейки. То есть, мы можем отключить. Но давай-ка я все-таки выберу. Вдруг, если что, замахиваться надо будет. Хотя удара... У нас кнопки нет. То есть, этой трубой мы, скорее всего, сможем что-то открывать, что-то ломать, но не драться. Можно спрыгнуть вниз. Вот там что-то какая-то нарисовано. Ага. Как будто советское время тут все. То есть, можно вот здесь посмотреть. Чувак с ребенком. Окей. Тут у нас... Я помогу тебе. Кто ты? Так, окей. Это я, наверное, с другой стороны просто оказался, на самом деле. То есть, мне, скорее всего, надо упасть вниз, да? Ага. Здесь он меня не пропускает. То есть, мы только вот здесь, скорее всего, сможем... И здесь не могу. Серьезно? И здесь не можем. Так, окей. Значит, здесь... Здесь, здесь. Очень часто я говорю слово здесь. Так, а может быть, вот эту стенку можно сломать? Нет. То есть, мы пока что туда не можем провалиться. Так, а у нас есть решетка сверху, вон. Скорее всего, нам надо туда, нет? Так, а что у меня там под ногами? Ага. Это просто... А, вот, блин, она открывается, все нормально. Что-то я затупил. Всегда есть выбор. Выйти на свет или оставаться во мраке тьмы. Заперто на ключ. Лекционная. Так, в космосе лучше, чем на улице. Так, окей. Туда мы пока не пойдем. Давайте здесь поизучаем. Скорее всего, здесь будут какие-то монстры, мне кажется. И, кстати, надо вот посматривать на стены. Рифплей. Что это могло бы значить? Чувак у нас не прыгает. Короче, мы пока что будем ходить по вот этому университету или, может быть, школе. Пирамида Маслоу. Понты, лайки, вай-фай, физические потребности. Типа пирамида потребностей. Понты на высшем уровне находятся. Здесь у нас ничего нету. Так, а эту мы можем открыть? Нет, эту мы не можем. В основном подсвечиваются все моменты, которые можно нам открывать. Так, туда я пока не хочу. Давай здесь прогуляемся. Мне после всяких, реально, амнезий и сом любопытно изучать все. Папка для бумаг. Так. Нет ни капли сожаления. Мы все это заслужили. Ну, видимо, вот этот взрыв, который произошел. Может быть, мы, кстати, в Чернобыле. Комсомольская правда вон. Конечно, качество текстур не такое высокое. Но, опять же, что вы хотите от инди-разработчика? Так, я вот здесь что-то увидел. Театральная... Театральный март. Расписание, короче, этих... Так, что это? Видимо, как строилась вот этот кампус или школа. Субтитры выключены. Нет, субтитры мне нужны. Не надо мне тут выключать. Так, ладно. Давай здесь заглянем. Пока ничего не понятно. Ух ты! Упс. Хорошо бы проверить этот шкаф. Да, но мы, скорее всего, когда выберемся отсюда, тогда и проверим. Смотрите-ка, здесь заточен один... Одна ножка. Так. Основы общей психологии. Угу. Любопытно. Так, тут мост у нас. Здесь внизу ничего нету. Может быть, мы где-то все-таки там сможем найти какое-то оружие для того, чтобы в случае чего от монстров спастись, если они опять же здесь будут. Нет, дверь не открывается. Ну ладно. Вот шкафчик тут, да. Слышь! Че меня пугаешь? Так, давай вот эту. Архив. Посмотрим, что у нас в архиве. Доски не позволят отпереть дверь. Ну это я понял. Камера немножко такая вот туговатая. Хочется, чтобы она поплавнее была. Так, дело... Пустое. Че здесь у нас? По большей части ты изучаешь реально. Во-первых, место, в котором ты находишься. И потом только дойдешь... До сути. Какой-то самолет. Когда будет ясен порядок, изображение дадут ответ. До этого у нас был чувак, который что-то там показывал. Сейчас самолет. Так, подожди. Значит, где-то, где-то, где-то... Ага, подожди. Здесь семерка у нас. На другом изображении, видимо, была еще какая-то цифра. А, бегать он может. Короче, все нормально. Сейчас мы посмотрим, что здесь у нас за цифра. Ноль. И еще где-то должна быть... Какая-то бумажка. С цифркой. Здесь я ничего не вижу. Где-то еще надо что-то найти мне. Так, здесь у нас тоже цифр нету. Цифр нету. О! Подожди, карты это... География здесь какая-то, да? Ладно. Тут ничего не понятно. Короче, 0, 7... А, вот здесь, в принципе, даже на... Нет. Просто это седьмой кабинет. В архиве у нас циферка 7, значит, присутствует. И надо дальше, короче, идти. Где-то найдется еще одна циферка. И тогда мы сможем открыть тот важный шкаф. Возможно, его не обязательно прямо открывать, но... Так, здесь деньги вон лежат. Но деньги, понятно, что в этом мире уже, я так полагаю, не совсем актуальны. Записок, к сожалению, никаких нету. Взаимодействовать с лампой мы не можем. И она, кстати, не работает. Так, мне нужно еще, короче, найти что-то. Нарисован самолет. Видимо, мы можем выбраться отсюда только на самолете. Мне необходимо найти еще одну цифру. 0,7 пока что у меня. ДСУ какой-то. Бренд, я его не знаю. Так, радио мы тоже не можем включить. Причем радио, да, старое. У меня такое радио было у дедушки. Где-то у нас должна быть еще одна циферка. Корпус 3. Прикольно, птички поют. Ну, заскриптованы они, конечно, но ладно. У меня особо претензий на самом деле нету. Вот к тому, что я вижу, очень все занимательно. Корпус 3. Так. Возможно. Скорее всего. Дверь заперта. Мы сможем найти еще одну циферку, но может быть даже и не обязательно открывать тот шкафчик. Охрана. Ух ты. А, он на себя ее просто открыл. Я аж немножечко испугался. Ух ты. Птичка. Глад ты сию. Я очень рад тебя видеть. Итак, у нас первая записка есть. Звонок из министерства был громом среди ясного неба. В первые секунды мозг отказывался верить в озвученную с другого конца провода информацию, но постепенно приходит осознание и ужас. Однако нужно держать эмоции при себе, сохранять спокойствие и чистый разум. Администрации нет. Теперь догадываюсь почему. И все ложится на наши плечи. Нужно срочно принимать решение. Вот, записочки у нас есть. Это хорошо. О, ключик. Зашибись. То есть мы можем еще... А, нет. Ключ у нас в другом вообще месте находится. Ладно, я оставлю на всякий пожарный вот эту вот трубу. А вдруг придется обороняться. Против кого-то биться, сражаться. Так. Мне, конечно, очень хочется открыть вот тот шкаф и посмотреть, что там имеется. Но не факт, что это у нас полу... Оба-на! То есть, подождите-ка. Это что, в наше время как бы здесь? Путный и медвед? Так, здесь снова фотографии. Никаких личных вещей. Пистолетов, ничего такого нет. Вот эти вот, кстати, не открываются, да? Увы, к сожалению, нет. Немножко вот раздражает то, что камера такая не... Совсем отзывчивая. Что за звуки такие? Ладно, погнали, короче, дальше. Мне нужно найти еще одну цифру. 0,7 у нас. И пока что все, да? Я, кстати, могу сейчас заблудиться еще, наверное. Так, здесь мы можем выйти, но я пока выходить не хочу. Я хочу все-таки... разобраться, в чем здесь дело. Найти, может быть, оружие какое-то. Так, мы их не можем использовать. Тучка, которая улыбается нам. Газированная вода. Странно, там было изображение, значит, Путина и... ...медведева. Но вот здесь вот ощущается такое... ...советское. Все. Так, подожди. Там, значит, я побывал. Здесь я тоже побывал. Надо, короче, нам подняться... ...выше. Опа! Еще одну дверку открыли. Подожди, прежде чем туда... ...проходить надо осмотреться вот здесь вот. А подожди, мы что, можем выйти прям? Ой, не, не хочу я пока выходить. Подожди. Я еще этот кампус не изучил. Блин, почему кампус? Потому что я играл в The Last of Us. И там мы как раз по кампусу ходили. Еще, короче, в какую-то эту я зашла. Закрыто. Третий. Те ручки, что подсвечены, они вроде бы как работают. И с ними можно взаимодействовать. Дверь заперта. О! Автомат! Можно поиграть? Серьезно? Не работает. Нет электричества. А, ну понятно, логично. Так, толчок. Ну все как положено, короче. Здесь у нас все расхреначено. Ну ладно, хоть как в амнезии. Тут нету никакого структурного геля. И я тебя люблю, слышишь? Никто тебя не слышит. Ну и понятно тут слово из трех букв. Прикольно. То есть стены рассказывают какую-то историю. Вот любви, например. Так, здесь мы не можем открыть. Окей. Мне надо еще, короче, в одном месте погулять. Я думаю, там я смогу найти еще одну цифру. И открыть тот ящик. И, возможно, там будет какое-то оружие, которое... О! Блин, нету ничего. Российская федерация. Московский гуманитарный университет, почетное образовательное учреждение столицы, завоевавшее непревзойденную репутацию и открывшее путь в профессиональный мир многим талантливым специалистам в сфере юриспруденции, психологии, нейропсихологии и рекламы. Маркетинг. Третий корпус наиболее молодое строение, возведенное в 1980 году. Советскими строителями и отличается характерным строгим стилем, наиболее актуальным для того времени. Монументальное строение олицетворяет всю силу и величие отечественного образования, а также отдает дань уважение предприятию, спонсору за представленную помощь и поддержку. Слава России и слава Радуге. Вот так вот у нас. Здесь у нас ничего нет, окей. Так, ты дверь открываешься? Нет, дверь не открывается. Ладно, тут что у нас? Опять, короче, театральный март. Так, ладно, мы здесь спустились вроде бы. Здесь я уже был, да? Или не был? Или был? Вот, кстати, еще надо будет понять, в какой последовательности все эти цифры вводить. Ну, мне кажется, вот 0, 7 и еще какая-то цифра должна быть. Возможно, 4. 4 июня. Я не знаю, что это за дом такой. 8! 4, 8. То есть, подожди, здесь может быть еще будет сейчас какой-то... Набухался? Да, пи*** ты! Четкий вообще лозунг. Мне нравится. Так, толчки надо тоже просматривать. Вдруг здесь что-нибудь полезное найдется. Помимо говна, конечно же. Но вдруг что-нибудь пистолет кто-то обронил, пока срал. О! Итак, это у нас прям чумной доктор какой-то здесь нарисован. Кстати, не ходил пока еще на грома этого... Этого майора грома. Здесь записок никаких нет у нас оставленных. Я вот, кстати, что мне не совсем нравится... Начинаешь... Путаться. Куда ты шел? Где ты что нашел? Степлер. О! Еще ключик. Отлично. У меня теперь два ключа. Кстати, можно же реально подняться и попробовать открыть ту дверь, которую я не смог открыть. Еще одна записка. Итак, от директора поступило распоряжение наладить работу резервного генератора в подвале. Якобы в связи с участившимися случаями перебоев электроэнергии. Хотя никаких перебоев в последнее время не наблюдалось. Генератор старый, еще с советских времен, поэтому придется потрудиться. Понятно. Так, ладно. Короче, у меня есть еще одни ключи от чего-то. Так, вот опять я вот заблудился немножечко. Так, подожди. Давай мы поднимемся вот здесь. Вот здесь, скорее всего, если я поднимусь, я окажусь с той стороны. И, в принципе, это даже хорошо, потому что я смогу открыть здесь дверку в архив. А нет, в лекционную. О! Ух ты! Здесь должна быть еще одна цифра. Я уверен. Ух ты, какие-то, короче, глюки, воспоминания, типа. Либо, может быть, это призраки, я не знаю. Жутковато немножко. Как вам, кстати, народ? Данная игра... Любите ли вы игры, где не... Так много экшона? Проектор выглядит рабочим, но нет пленки с электричества. А, пленки и электричество. Короче, мы все-таки должны, наверное, спуститься в подвал где-то как-то. И там... Включить питание. Мне кажется, где-то вот здесь должна быть пленка лежать. Уровень графона примерно как в Амнезии, Возрождении. Или даже, наверное, как в Соме. Так, пленки я пока не вижу. Я вижу вот здесь вот провода какие-то валяются. Сейчас мы с другой стороны, короче, пройдем. Может быть, там где-то пленка валяется. Так, это колонки. Может быть, мы здесь что-то сможем включить и... Что-то нам где-то покажут. Часики здесь у нас лежат. Опа. Забавно, но каждый предмет, оставленный, забытый кем-то, каждое слово, нацарапанное на парте или кресле, это в каком-то смысле элемент истории, который порой может быть здесь весьма значимым. Интересно, спустя время, будет ли это все иметь ценность, как для нас, например, найденные останки древнегреческих амфорг. Амфор. Или амфорг, не знаю, что это за слово такое. Впервые читаю. Так, окей, давай здесь прогуляемся. Может быть, тут у нас генератор как раз в подвале будет находиться. Или это и есть подвал. Так. Вниз. Два раза. И вот это два раза. Типа, или просто поднять. Ладно, я понял головоломку. Мне бы еще найти этот. Саму ленту. Может быть, она где-то здесь валяется у нас. Нет, самой ленты нету. Ну окей. А, предохранителя здесь у нас нету. Не работает, нет электричества. Ладно. То есть, кто-то его вытащил и... Блин, его же найти. Надо. Тут замучаешься. Там было что-то написано на стене. Я хочу вот это прочесть. Подожди-ка, я... Совсем не обратил внимания. Так. Планы огромные. Впереди много дел. Будь настойчив, активен и смел. Действовать инициативно. Настойчиво и энергично. Ну, в принципе, такое это. Учиться, учиться и учиться. Так. Мне, короче, эту штуку надо найти. Ну, я что-то ее здесь нигде не наблюдаю. Тут у нас тоже ничего не работает. Короче, ведь где-то это надо все искать. Ладно, хорошо. Блин, а вот где реально? Чувак прыгать не может. Это минус, конечно. Так, ладно. Может быть, где-то, конечно, тут на стуле что-то лежит. Но это задолбаешься искать, на самом деле. Должно все быть где-то прям поблизости, мне кажется. Сейчас мы все эти стулья, конечно, пробежим. Может быть, я что-то увижу такое яркое. Интересное. Так, банки, склянки. Нет, увы, к сожалению, ничего нету. Потому что, ну, оно не просто так подсвечено, значит, с ним можно взаимодействовать. Хорошо, давайте отправимся обратно. Здесь мы, значит, прошли погуляли. Так. Где там шкафчик-то у меня был? Блин, еще ведь одну цифру надо. Возможно, я упустил этот момент где-то. Здесь у нас семерочка. Ну-ка, давай попробуем. Сейчас, подожди. Так, здесь ноль у нас. Короче, ответ нашелся. И здесь как раз у нас ленты лежат. И все, да? Пленка для проектора. Так, окей, а вот где я предохранитель-то этот найду? Любопытно. Так. А-а-а! Я понял. Мне кажется, в том сломанном, короче, шкафу, который упал, в нем, скорее всего, и есть предохранитель. И мы сейчас его... Где мы тут можем выйти-то? Давай попробуем здесь вытеряем. Так, он с другой стороны, скорее всего, упал. Так, стопы. Здесь ничего нету. Вот он. Так, еще один ключ. Судя по бирке, ключ от подвала. А в подвале у нас как раз находится генератор. И, скорее всего, мы вот этот предохранитель должны будем найти уже в другом месте. Возможно, даже в подвале. Но об этом мы уже узнаем в следующем выпуске. Так что, народ, сейчас я отправлюсь... Так, стопы. В космосе лучше, чем на улице. Это я уже помню. Подожди, подожди, подожди. У нас же на первом этаже вроде бы... Не-не-не-не-не, не на первом этаже. Лекционный у нас вот здесь вот. Сейчас я поставлю, короче... ...ленту. И нам останется только подвал найти. Но подвал нужно будет, скорее всего, с улицы где-то искать. Что ж, народ, пока интересно, любопытно. Хочется дальше погрузиться. Если вам тоже хотелось бы увидеть еще выпуски по данной игре, обязательно ставьте большие пальцы вверх. А на этом все. С вами был по-прежнему Фликер. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой игровой канал. Делитесь видео с друзьями. Не забывайте оставлять свои комментарии. И, конечно же, бить в колокол, дабы не пропустить, например, следующий эпизод. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok